Во Владивостоке завершается масштабная реконструкция стадиона «Авангард». Сейчас монтируют трибуны на 5,5 тысяч человек. Также на площадке будет работать новое освещение. Его можно использовать при проведении зимнего ледового спидвея и во время работы катка. У нас первый этап завершен. Сейчас идет второй этап. Самое главное, в короткие сроки уложили плиты под сидения. Отработали строители очень хорошо. И сразу зашли ребята, которые ставят сидения. Уже 50% сидений установлено. Работ проведено очень много, потому что когда работы начались три года назад, были определенные трудности, не были учтены под землей определенные работы. Кто может заниматься? Мы уже даже одно мероприятие провели. Это велобег. Есть такой спорт детский. От двух до семи лет дети провели на стадионе по беговой дорожке. Им очень понравилось. Федерация велобега поблагодарила. Они провели просто красивое, шикарное соревнование среди детей. Уже 13 июля у клуба «Восток» здесь состоится первая домашняя гонка чемпионата России по спидвею. К этому моменту все работы будут завершены. Работники компании-подрядчика трудятся без выходных. Естественно, мы работаем очень плотно. Работаем в две смены. Не просто днем, а работаем по 12 часов. По 16 часов ребята работают, потому что нужно успеть. Самое главное – это установить сидение. Судейскую заканчиваем. Стартовую машину. Ну и навести порядок. В дальнейшем жители Владивостока смогут пользоваться объектом в период, когда не будет соревнований и тренировок по спидвею, а также для проведения социальных мероприятий по отдельному графику. После окончания всех работ все-таки хочется, чтобы стадион зажил полной жизнью, а именно, чтобы мы могли использовать не только подтехнические виды спорта, а также для проведения физкультурно-спортивных мероприятий по стритболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, дисциплине беговел, а также автомодельный спорт. И несмотря на то, что работы еще ведутся, на стадионе уже была проведена первая тренировка команды «Восток» и состоялись детские соревнования по беговелам и велогонкам. Отметим, реконструкция стадиона ведется по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяка. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.